И всем привет ребят, с вами Сарбанкин, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем обозревать новую обновленную Теслу, ту самую Теслу, которая уже сегодня вышла с дефолтными обновленными шариками на все устройства со статус эффектами, за исключением только одного устройства, а именно электропушки, которая изначально и имела эти параметры в виде быстрого шарика. Итак, поиграем, я думаю, что одну полноценную матчмейкинговую катку, по устройству я думаю, что возьмем то самое устройство, которое когда-то было самым сильным на Теслу, и посмотрим, насколько оно будет эффективно, а именно Тесла с ЭМИ снарядами по корпусу, я думаю, что мы сегодня возьмем, возьмем, что мы можем взять такого интересного, давайте возьмем Викинга, давайте возьмем Викинга, ну и по дрону мы сегодня возьмем, ловкача для Викинга Тесла, я думаю, что это будет очень хороший выбор, и попытаемся эту комбинацию вместе с вами реализовать, ну и главное, конечно же, посмотреть, насколько эффективно будет сама Тесла с новыми обновленными шариками, да, можно было бы, конечно, взять и того же Пульсара, но с Пульсаром у нас есть занерфленный Крит, и он, наверное, будет сильно чувствоваться сразу, да, то есть мы к Пульсару еще вернемся в будущем, поэтому сегодня мы скатаем просто на Викинга Теслочки, даже без диктатора, да, то есть без критических выстрелов, криты мы оставим под другое устройство, именно под Теслу с Пульсаром, на который можно очень эффективно и жестко отыгрывать, так, нас запикивает сразу в плохую катку, которая почти слитая, 1.7 до конца, не вижу смысла играть ее, потому что нам придется сразу играть еще одну катку, ну и плюс Джиггернаут, наверное, не лучший режим для реализации Викинга Теслы, В чем прикол Викинга по Теслу? Это то, что если вы вжимаете овердрайв и рядом с собой имеете большое количество противников, то там будет вылетать тычки, которыми можно ваншотить противника, и это, конечно, на бумаге выглядит очень и очень интересно, но как оно будет сейчас на самом деле, мы вместе с вами посмотрим. Запикивает нас на Кунгур, режим штурма, мы за деф, значит, мы стараемся больше ехать к противнику на базу, ну и пробовать реализовывать свои шары. Первого противника уже уничтожаем, по урону сразу вылетают тычки дефолтные, ну и пробуем делать как можно больше киллов, если что, сейчас еще резисты поменяем, если в этом будет, конечно, необходимость. Пока что, наверное, в этом особо смысла нету, флаги уже должны прямо сейчас появляться, ну и будем пытаться занимать какую-то интересную позиционочку, ну либо же просто будем выпушивать вражеских молодых игроков, которые будут пытаться увозить флаги. Пока что у нас ни одного крита до сих пор не вылетело, то есть этот шарик у нас работает эми от самого шарика, если он попадает по противнику, наносится статус эффект, либо же если вылетает крит. И с критом у нас должен быть здесь не понерфленный выстрел, не понерфленный я имею ввиду урон, да, то есть урон полноценный будет залетать. И, а вот, хорошо, сработало, но этого мало, этого мало, если учитывать тот факт, что здесь должны у нас еще дополнительно сверху быть статусы эффекта от критов, то критов я не вижу на Теслу. Вообще, от слова совсем я не вижу. Где они? Нам нужны криты. Давайте поедем, наверное, в город, пробуем там реализовать. Диктатор оверку берет, может он вожмет ее, не хочет? Ой, хорош, выжимает, немножко поздновато, но проверка, да, есть работа, 1200 урона с крита. 1200, стабильно. Критовика 1200 можно наносить. И сверху еще статус эффектик накидывать. Так, у этого диктатора, я так понимаю, был иммунитет от Эмби. Вообще, из всех статус эффектов, да, на сегодняшний день я думаю, что будет актуальней даже не Эмби, а пробитие. Потому что пробитие это то устройство, которое апнули из вот этих вот всех эффектов на Теслу. А все остальное, ну, можно так сказать, занерфили. Можно так сказать, занерфили. Поэтому на дистанции, ну, хотя Эмби тоже хорошего. Типа сбить расходку и быстро добить, это тоже хороший вариантик. Главное, чтобы вылетал этот самый могущественный крит. Если этот могущественный крит вылетает, то это будет эффективно работать, 100%. 160 очков у нас уже есть. Есть овердрайв у меня, который было бы неплохо, наверное, прямо сейчас прожимать. ДДшки, правда, у меня нету. Ну, ничего страшного. Чтобы набрить этих молодых людей, я думаю, что мне хватает здесь урона. Ой-ой-ой, 5400 с крита с одного тика наносит наша замечательная Тесла. Но это жестко, это жестко. Так, Ивори, Ивори, да, играет с иммунитетом от Эмми. И вообще ему на катами, я смотрю, много. От пробития у нас есть только... А, нет, не одна, две иммунитетки. Можно даже взять, сейчас пол катки сыграть на Эмми и потом переодеться на устройство от пробития. Чем обычные устройства со статус эффектами, да, лучше, чем Пульсар? Пульсар наносит криты примерно так же редко. И при крите, хоть он наносит все статус эффекты сразу, есть самая важная проблема. Это в том, что выстрел с критом, он с очень маленьким уроном. То есть вы, по сути, наносите все статус эффекты, но при этом вы не сливаете противника. Да, если вы будете играть, например, на том же Диктаторе, это может быть очень эффективно. Но, если вы играете на, ну, даже том же Паладине, да, на том же Паладине, оно не будет давать вам большого преимущества, которое может дать на дистанции любое устройство с статус эффектами. То есть, если вы, например, четко понимаете, от чего у противника нет иммунитета, то это может сработать куда жестче и куда стабильнее, нежели те статус эффекты. Потому что крит у вас с полноценным уроном, и вы наносите плюс статус эффект именно тот, от которого нету иммунитета у противника. Если у вас все эти устройства есть, как у меня, например. Но, если у вас, например, нет этих устройств, то, понятное дело, что использование Пульсара, это тоже неплохой выбор. Тут уже нужно понимать, что у вас есть, чего у вас нету, и от этого отталкиваться. Так, ну, а что касаемо данного боя, то мы, я так понимаю, что стабильненько выигрываем. Стабильненько выигрываем 74 на 18, без особых проблем. Похоже, что здесь не будет большого никакого сопротивления от противника. И мы должны выигрывать полноценно эту каточку. Эту каточку, эту каточку. Надеюсь, что мы должны ее выиграть. Очень сильно надеюсь. Что все будет четко, все будет доброе. И мы сейчас ее подтянем. Так, ну и что касаемо пробития, пока что, я бы, наверное, сказал, что Эмми все равно смотрелось поинтереснее. Но, если учитывать тот факт, что не было бы иммунок от Эмми и не было бы иммунок от пробития, то Эмми смотрелось бы поинтереснее. С таким количеством иммунитетов, конечно, пробитие будет жестче. Но, для него надо, конечно, еще дополнительно пожить, чтобы в этом было больше смысла. Пока что, я бы сказал, что в рамках этого режима это не суперэффективно и не является каким-то таким прям жестким интересом. Так, 85% повердрайва у меня уже есть. Давайте оставим оверку под диктатора. Возьмет он ее. Забирает, раздаст. Да, сразу раздает. Пробитие наносим. И сразу добиваем 1800. Вот если у вас есть диктаторы, и вы играете на этой Тесле, то это, конечно, очень хорошая вещь. Ой-ёй-ёй-ёй. 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 Вот это интересно вот так вот делать. Вот такие вещи делать очень интересно. Это прям очень интересная работка. Но 20 килов всего лишь за полбоя. И все равно в такие моменты я начинаю задумываться о том, что в нашей игре сейчас есть безумно большое количество суперсильных устройств. И эта Тесла выглядит как что-то сбалансированное, да? Но не сверхжёсткое, да? Не нагибающее. О, хорошо. Сейчас аптечечку мы убрали у этого мамонта. Прикольно. Так. И сейчас бы нам было бы неплохо тоже найти чуть побольше противников, чтобы прожать овердрайв. Чтобы прожать овердрайв и уничтожить бойцов. Так, у меня кулдаун уже расходочки. Хороший, кстати, крит прошёл. Но то, что крит с полным уроном, мне это нравится. Это очень круто. Это очень круто. У нас осталось 50 килов до конца. Мы пока что на первом месте. Но 400 очков в рамках такого боя это... Это слабый результат. Это слабый результат. Очевидно слабый. Результейшн. Ну, расстояние хорошее. Нормально. Набреваем. Ещё одного молодого. Хоппер. Выпрыгивает. Только я не понимаю, как этот хоппер мне не ваншотит. Наверное, у него что-то недокачанное. Это что-то, это его дрон. Потому что если бы у него был бы фуловый дрон, то он должен был бы... Ой-ой-ой. Диктатор, диктатор, дай-ка оверку. Брат, дай оверку. Брат, дай оверку. Дай оверку. Хорош. Красавчик, лучший. Так, криты есть. Прожимаем такую темочку. Блин, не успел я его добить. К сожалению. Отлично. Успел. Успел. И, блин, ещё бы паладина бы слил. Было бы вообще идеально. Ну, негде здесь, конечно, викинга реализовать с овердрайвом. Викинг не супер актуален в этом плане. Поэтому, наверное, старая добрая Тесла с Эмми, да, и с паладином. Она будет смотреться неплохо. Она будет даже смотреться, наверное, хорошо. Я, правда, сейчас поменял устройство. И брать сейчас паладина, наверное, не супер актуальная вещь. Хотя я уже об этом задумался. Но не хотелось просто записывать видосы в очередной раз на одном и том же корпусе. На котором я раньше всегда на постоянной основе играл как раз-таки на этой Тесле. Поэтому решил попробовать что-то новое. И это что-то новое, к сожалению, не показало себя настолько жёстко, как я бы хотел. Хотя есть ещё один вариантик. Если я вот в том тайминге прожму овердрайв против этого хантера, который ставит мини. Это может быть очень и очень неплохо. Вот так сделаем. По идее дальность должна быть увеличенная. Да, вот она. Вот она, увеличенная дальность. Но хантер понимает, что... Что... Ммм... Его могут слить, и он откатывается назад. Ну, наставил там минок. Интересно, в какой режим он играет. Он вроде как в штурме за атаку. Но по ощущениям у него какая-то плотная ТДМ-очка там. Которую он пытается засейвить. Целой флаг. Так, неплохо. Накатил на шарик с пробитием молодой. Так, пробуем так же выдать. Хорошо. В упорчике неплохо пробитие можно накидывать. Чисто накатываешь на противника. Наносишь ему статус эффект. И сливаешь. Нормальная вещь. Неплохая. Когда-то в осаде такая вещь с шариком на оглушение очень сильно практиковалась. Ну, а теперь это можно делать с Теслой на пробитие. Теслой на отключение расходочки. Да и вообще, по идее, Теслой на пульсар тоже можно делать такую же самую тему. Но урон, урон, урон у пульсара не такой жесткий с критами. И уже с этим моментом где-то Тесла может быть лучше с определенным статус эффектом. Но, в общем и целом, все равно я бы не сказал, что это какая-то лютейшая имбушка. Механика при таком раскладе мне, наверное, нравится. Да, но... Это единственный, вот, единственный прям хороший, хороший момент, с которым можно реализовывать эту Теслу. Да, то есть вы берете Теслу с Эмми. Берете себе такую тему. И берете паладина. То есть вы паладином наносите... Паладином наносите пробитие с овердрайва. А с Эмми отключаете расходку. То есть у вас два статус эффекта сразу работает. И за счет работы двух статус эффектов у вас уже будет больше эффективности. Ну и также не забываем, что есть еще одна Тесла, которая идет с подавлением. И это устройство каждым тиком наносит подаву. Вот она, в теории, может показать очень интересный результат. Но все это дело, конечно же, надо тестировать и смотреть. Пишите, что вы думаете по поводу обновленной Теслы. Если играли на ней, то как вам она? Поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока.